Доброе утро, друзья! У микрофона Арина Ефимова. Ну, а музыку мы сегодня не только слушаем, но о ней говорим. А в студии Baltic Plus сегодня музыкальная группа Кэти и гитарист Максим Либерман, и Владимир Залицаев, барабанщик. Совсем скоро к нам присоединится Екатерина, солистка. Собственно, в честь неё, я как понимаю, и названа группа. Ребята, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро всем! Расскажите, как у вас дела, как настроение? Великолепно, на самом деле. Прекрасно сегодня утро, наконец-таки спала жара, и можно, так сказать, вздохнуть спокойно. Ну, скажите, давайте тогда немножечко о названии группы и о стиле, в котором вы поёте. Что это такое? Ну, если говорить про жанр, то я отношу нашу группу к поп-року. Скажем так, хорошее направление, которое набирает популярность в России. Новая волна рока, новая школа. Ну, я бы ещё добавил, что у нас нотки панка такие проскакивают иногда, да, но скорее всё-таки, да, больше поп-рок, скорее, да, от панка у нас элементы есть, но не очень много. Ну, скажите, поклонники ваши молодые люди или есть, например, представители, там, взрослого поколения, которым тоже нравится поп-рок? Ну, в основном это подростки, конечно, вот, ну, иногда бывает, попадаются там, допустим, в подписчика группы, то есть, и видно, что люди добавляют там тоже постарше возраста, там, бывают и 30 лет, и даже ещё постарше бывают люди, вот, но это скорее исключение. А скажите, сколько у вас всего песен, и как давно вы вообще собрались в единый коллектив, и как это произошло? Ну, давайте начнём с состава. Наш нынешний состав собрался в ноябре прошлого года, тогда, сказать, я последний, кто присоединился к этому составу, вот, Вова был с апреля прошлого года, а наша непосредственно вокалистка и басиста ещё до этого собрались, это, точнее, у неё, когда она подойдёт. Вот, это уже, история уже скрывает, когда именно это было. Да, да. А чтобы не соврать, у нас сейчас, не считая первого альбома, это две или три выпущенные песни. По-моему, по-моему, семь. И с церковными прошлыми? А, в сентябре, по-моему, будет семь, нет? Вот, да, в сентябре будет у нас семь песен, которые официально вышли на всех площадках, на всех стримингах, где можно их послушать. Ну, скажите тогда, как вы занимаетесь, например, продвижением группы? Вот, наверняка, когда вы создавали, вас ещё знали небольшое количество людей, сегодня у вас наверняка есть люди, которые вас слушают. Вот, как происходил вот этот процесс? Ну, во-первых, наверное, главный двигатель популярности — это непосредственно давать концерты, живые выступления на многих площадках. Это очень важно для хорошего старта группы. То есть светится везде, светится многое, чтобы о вас говорили. Ну, конечно же, второй, скажем так, этап — это группы в социальных сетях, это постоянно какие-то новые... Ну, контент какой-то, контент для фанатов, да, там Катя периодически пишет какие-то посты, там фоточки выкладывает, общается. У нас фанчат, кстати, есть. Вот, да, фанчат. Кому интересно, да, может подключиться. Группа ВКонтакте, как ваша называется? Так и называется Кетя, группа ВКонтакте. Кетя, то есть очень важно общение ещё со зрителем. Конечно, конечно. Ну, до того, как вы собрались в единый коллектив, наверняка каждый из вас по отдельности увлекался тоже музыкой. Вот расскажите про это, как вообще музыка пришла в вашу жизнь? Ну, я начну, наверное. Скульные, скажем так, вещи слушал, там Iron Maiden, Ария, вот такие вещи, да. Вот, потом уже как-то, ну, сам начал там, уже подрос, начал в интернете находить что-то, что мне нравилось. Вот, слушал в один момент, в 10-м классе я, по-моему, учился, пришёл к родителям, сказал, хочу на ударных научиться играть. Вот, одно занятие я занимался, мне объяснили, как дома заниматься, вот, потом там уже ударную установку купил себе, собственно, ну, и сам как-то. Ну, то есть вас вовремя ещё поддержали ваши родители и семья, наверное? Да, ну да, ну да, без этого никуда. Скажите, отсюда вытекает вопрос, как вы считаете, музыкантам нужно соответствующее образование? Или, в принципе, можно быть таким самоучкой? Ну, скажу по себе, конечно, музыкальное образование надо, этого никуда не денешься, как бы, всё равно, неважно, на каком инструменте ты играешь, ты всё равно пойдёшь в том, что сам или в музыкальной школе ты будешь изучать гармонии, пентатоники, всякие боксы, ну, это уже гитарная тематика, вот. Так что, я, конечно, самоучка сам, я не ходил, не заканчивал никакие специальные образования, вот, но сам вот сейчас прихожу к тому, что я сам изучаю и ноты, и построение, всё, чтобы, естественно, писать аранжировки к песням нашим. А вы, Владимир? Да, просто хотел добавить, что, да, Максим так незначе упомянул, он у нас с аранжировками ещё занимается, вот. Вот, ну, я считаю, что, в принципе, для популярной, скажем так, музыки образование, наверное, как бы не очень надо, это скорее больше для, там, если в оркестре, например, играешь, да, какие-то такие вещи. Ну, давайте, расскажите про своё последнее, да, выступление в Маяковке, как оно прошло? Ой, ну, на самом деле, прошло великолепно просто, пришло много прямо наших подписчиков, фанатов, вот, прям было очень приятно видеть... Увидеть всех вживую, да, улыбающихся, весёлых, качающихся. Да, 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 это вот незабываемое чувство, когда по твоей песне пришли люди, специально приехали, а что, из Немана, по-моему, приехали даже люди? Да, да, из Немана девочка одна приехала, да, прямо на нас. То есть прямо берёт гордость, и когда выходишь на сцену, перед тобой стоят вот, ну, подростки, которые с горящими глазами смотрят на тебя, как на, скажем, ну, не то, что идол, да, но какого-то, как это-то... Ну, да, я понял, что это происходит. Какой, например, для подражания. Вот, да, правильно, в том числе, вот. Вот, прошёл, в принципе, концерт хорошо, по звуку всё было великолепно, наверное, один из лучших наших концертов по звуку и аппаратуре всё было настроено великолепно, вот, и всё прошло замечательно. Ну, наверняка вы ещё, бывает, сталкиваетесь, возможно, с критикой, вот как вы на неё реагируете? Или у вас только вот положительные отзывы фанатов? Ну, скажем так, наверное, критика это больше где-то, скажем так, внутри музыкальных кругов, да, и... Не знаю, ну, лично я зачастую критику воспринимаю адекватно, то есть принимаю к сведению, иногда, ну, думаю, полезно то, что мне человек высказал или не полезно. И напоминаю, что в студии «Балтик Плюс» сегодня Екатерина Гусейнова, вокалистка группы, только что к нам присоединилась, а также Максим Либерман, гитарист, и Владимир Залицаев, барабанщик. Катерина, доброе утро. Доброе-доброе. Ну, мы до рекламы говорили с ребятами о том, как создавалась группа. Расскажите, как я понимаю, всё началось с вас, как пришла идея всех объединить вот в один коллектив? Коллектив Кэти, да. Ну, начнём с того, что... Так, мне поближе, да? Да-да-да, поближе, погруче. Ну, начнём с того, что изначально Кэти был сольный проект с июля 2020 года, потому что до этого момента я играла в группе, тоже, которую я организовала, пыталась как-то продвигать, но группа развалилась, и с этого момента я подумала, что Кэти есть всегда, здесь и сейчас, а люди временные приходят, уходят. Такое бывает жизненные обстоятельства, там, у нас состав часто меняется, кто-то, не знаю, улетает к себе в родные края, у кого-то меняются вообще перспективы и планы на будущее, и я создала свой, как бы, псевдоним Кэти. После этого ко мне пришли ребята, вот, ну, первый Вова был, вот, и наш бас-гитарист Максим Монохин, после чего я в этих людях убедилась, что они со мной навсегда, что они надёжные люди, и подумала, почему бы не называть нас как единый коллектив, а не сольный проект, и выдвигаться как группа Кэти. Ну, ведь, наверное, не так уж просто продолжать всё-таки делать вот это дело музыкальное, особенно если постоянно приходят, уходят люди. Ну, кто-то приходит, кто-то уходит, а кто-то остаётся, и я вижу в людях поддержку, и мы горим одной идеей, одной искрой, одним желанием добиться какой-то высоты большой, вот, завоевать доверие слушателей, чтобы они полюбили нас, вот, вот этого вот дзынь, как называется, такое вот добиться взаимного, вот, поэтому всё будет хорошо, я в этом надеюсь и верю. Мы как раз с ребятами говорили о ваших песнях, скажите, тексты ведь вы пишете сами, да, к песням, а вот мне интересно, что рождается первым, текст или музыка? Сначала музыка. Сначала я на игру какие-то аккорды, сижу во вдохновении, потом придумываю какую-нибудь мелодию. Та-ра-ра-на, на-на-ра-на-на-на, это фейстайм. Вот, потом текст. Потом я кидаю идею, под гитарку записываю ребятам. Ребята там какие-то свои предложения вносят по тексту, по инструменталу. Мы добиваемся демо-аранжировки, а потом приходим на студию и звукорежиссёру, саунд-продюсеру даём на завершение этого материала. Ну, вы выглядите как такой очень дружный, сплочённый коллектив, но бывают ли у вас какие-то, например, споры? Кто-то может быть считать, что вот должно звучать по-другому. Ну, среди нас четверых, вот кто остался, редко. Ну да, у нас был человек, который пришёл, так скажем, на демо-период пробный, напросился в группу, в итоге начал качать права, что вот у вас музыка какая-то такая более лёгкая, давайте играть тяжёлую музыку. Ну, как-то у нас начали споры в группе происходить, как-то непонимание, не было этого дзынь среди группы. И мы подумали, что лучше попрощаться и на одной волне с ребятами. А, то есть вот так вот, да. Вы просто решили избавиться от человека. Ну да, зачем доводить до более серьёзных каких-то недопонимашек? Это точно. Ну, скажите, а какие музыканты вас вдохновляют? Ну, давайте я скажу, наверное, моя, в принципе, любимая группа — это Майк и Маклороманс. Так что, скажем, идейный вдохновитель музыки, которая нравится мне, и как я играю на гитаре, можно сказать, это парни из Майк и Маклороманс. Ну, давайте я скажу. У меня, скажем так, музыкальный вкус довольно разрозненный, конкретных каких-то нет, скажем так, предпочтений. Но, как недавно я выяснил, что это, оказывается, очень хорошо помогает играть на барабанах, потому что когда много стилей знаешь и слушаешь, это всегда держит твой мозг в музыкальном, скажем так, тонусе. А у вас? У меня вот ребята называют рок-группой. Я вообще до 2018 года рок не слушала от СОО совсем. Я его не любила. И вот первая рок-группа, которую я начала слушать, услышала песню... Это своя, да? Нет. К счастью. Группа «Звери» вдохновила меня на рок-путь играть такую музыку, не совсем тяжелую и не совсем легкую, что среднее, такой поп-рок. Вот. Вдохновила меня на это мама. Говорит, вот, Катя, хорошая группа есть, пошли на концерт. Я говорю, ну, надо послушать песни. Вот. Начала слушать и потихонечку творить, вытворять. А в данный момент, наверное, группа «Кис-Кис», такая вот, ну, типа, нашумевшая группа, у нас иногда проводят параллели схожести репертуара, музыки, звучания. Ну, пока себя вы видите вот в этом стиле поп-рок, да? Или, возможно... Поп-панк. Поп-панк. Или, возможно, вот какие-то эксперименты тоже будут. Ну, вот у нас вышла песня «Мальчик-пёсик», она, наверное, больше попсовая, да? Ну, да, там от рока мало осталось, на самом деле. «Антидепрессант» у нас тоже выходит как поп-музыка, но при этом там жужжающая гитарка есть, которая... Аранжировка там более ракешная, скажем так. Но всё равно, как бы, это поп-музыка. И после этого у нас осенью тоже выйдет трек, называется «Быть с тобой», там, скорее всего, вообще чистая поп-музыка. Такой эксперимент, послушаем, понравится, нет, нет. Ну, у вас уже в Калининграде есть такая преданная аудитория. А думали ли вы, что вот стоит ехать, например, в Москву и там развиваться? Или вы хотите вот поднимать вот эту поп-панк, поп-рок в Калининграде? Я думаю, мы сначала добьёмся уровня локальных рок-звёзд, а потом нас самих позовут в Москву. А, вот это отлично, отличная стратегия. Ну, давайте поговорим о том, какие у вас мероприятия запланированы на этот год, какие концерты ждать, когда на них можно прийти, послушать. Ну, вот 14 августа у нас был сольный концерт первой библиотеки Маяковского. Нас там очень встретили тепло, пели люди наизусть наши песни, авторские наравне с хитами, такие, как «Я слышала с ума», «Бэггин». Это вообще прям вот очень мотивировало. У нас концерт был где-то полтора часа. По ощущениям было как будто минут 20, на самом деле. Я вообще не устала. И ощущение было, что вот надо ещё минут 40 отыграть, потому что вот мало-малые люди, отдачу. Вот, 19 числа в 14.30 у нас будет выступление на международном фестивале кин-рок. 19 августа. Да, 19 августа. А 28 августа мы будем играть на Цвета Летофесте, в таком молодёжном фестивале. Это мечта всей моей жизни. Вот, и она, наверное, сбудется. Ну, вот вы упомянули, что полтора часа концерт, получается, ещё каверы, да, вы делаете? Да. Ну, давайте ещё... Завите нас на корпоративы. А, ещё не приглашают пока что. Ну, приглашали нас, да. Вот, и приглашают на какие-то детские мероприятия, там, день рождения. Поэтому можете писать в контакты Владимиру Залицаеву, вот, наш менеджер группы. Мы всё обговорим. Ну, как музыка зарождается, в принципе, мы поняли, а как появляется текст? Вот, например, песня «Абьюзер» — это вот ваша личная какая-то история? Да. На самом деле немало историй в интернете тоже, когда видишь, что тема актуальна, что не только у тебя это, да, и что это людям будет интересно послушать, особенно в подростковом периоде, потому что первая любовь, первые отношения, там, наиболее такая яркая привязанность — 14, там, 16 лет. И вот могут быть какие-то недопонимашки, вот, которые более серьёзные последствия могут вылиться, поэтому было принято решение написать про этот трек, вот. А вот как сейчас, например, вы понимаете запросы аудитории, например, как вы сказали, недопонимашки, первая любовь, и пишете песню, или всё-таки сначала песня, а потом вы понимаете, что вот аудитория… Спонтанно приходит, я не знаю, могу проснуться в 2 часа ночи, вот, крепко сплю, и потом резко такая, оп, пришла идея написать у меня песню про школу, недавно написала, прям, все свои эмоции. Не знаю, как так получилось, в 2 часа ночи в школу, наверное, логично было бы про любовь написать, да, в 2 часа ночи, но вот как-то так. Поэтому всё приходит спонтанно, никогда не бывает так, что я сажусь и целенаправленно сижу, пишу песню. Один раз такое было, мы сидели на студии, вот, с Вовой как раз-таки пришли с песни «Мальчик-пёсик», и с нашим саунд-продюсером мы решили там подредактировать текст, и вот сидели, ну, скажу, сразу были трудности, сложно вот, когда вот взять, сесть, что-то написать, оно обычно вот так вот от сердца в дом приходит, всё. Мы ещё говорили про музыкальное образование. Как вы думаете, нужно ли оно сегодня музыканту? Или можно вполне быть успешным самоучкой? Ну, я не знаю, если вы имеете в виду корочка, на которую потом подставка под, я не знаю, там, бокал с колой, то, ну, смотря кому, какой путь, кто выберет, я не знаю. Мне кажется, подставкой Коли вы всё сказали, в принципе. Ну, мы как бы панки, почему бы и нет? Ну, я на самом деле училась музыке, но, правда, не в музыкальной школе. Я пришла в 13 лет к тому, чтобы начать учиться гитаре. Я с мамой пришла в музыкальную школу, мне сказали, девочка, ты уже взрослая старая тётя, давай-ка уходи отсюда. Вот, я пришла в местный ДК Янтари, там, вот, большое спасибо Владимиру Владимировичу, который научил меня о гитаре, все моза музыкальных инструментов, там, клавиши, бас-гитара, барабаны, там, чуть-чуть постучать, вот. И, в принципе, я училась, я не скажу, что, прям, села сама там по видеоразборам в Ютьюбе чему-то научилась, вот, как-то нотам каким-то меня там научили. Поэтому, ну, в принципе, в принципе, может быть, да. Ну, давайте ещё такой вопрос. Как вы думаете, достаточно ли вот в Калининграде поддерживают начинающих музыкантов? Или хотелось бы больше? Вот вы ощущаете какую-то поддержку, например, властей? Вот, нас поддерживали, мы участвовали в программе поддержки молодых музыкантов «Взлётка». Вот, только она закончилась 10 июля, но нас так достаточно хорошо поддержали, мы взлетели, мы нашли своих слушателей, то есть не друзья, не родители, которые приходят на концерт, а вот люди, которые действительно любят, там, делают подарки, выставляют фотографии, песни прикрепляют. Это, ну, безумное спасибо и благодарство, наверное, нашей администрации города. Ну, к сожалению, время нашего... Молодёжному центру. Да, и молодёжному центру. Да, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, время пролетело незаметно. Давайте ещё раз тезисно, когда можно прийти на ваш концерт. 19 августа на фестивале «Кинрок», 28 августа на фестивале «Цветолита Фест». Ещё я бы хотела подарить вам вот такой наш значок, фирменный мерч. Вот это да. Сюда, в камеру, вот. Его также можно приобрести на наших выступлениях. Вот это вам. Спасибо. Вот. И всё. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии была музыкальная группа «Кетти» Екатерина Гусейнова, вокалистка Владимир Залицаев-барабанщик и Максим Либерман-гитарист.